Мы были дома. Вдруг его мать сказала мне, что на улице стреляют в Мухаммеда. Я молился, выйдя из дома. Я увидел, что как военные Израиля стояли по обе стороны дороги и стреляли 10 минут подряд. Они могли их задержать. Они пришли оттуда проверить. А там были прохожие, и они расстреляли их. Я был на работе и вернулся домой. Я был удивлён, что евреи оцепили этот район. Я вошёл в дом и увидел, что мой брат собирается пойти на молитву. Едва он вышел. Они начали стрелять в него. Они не приказали ему становиться или что-то в этом роде. Они хладнокровно застрелили его. Четверо палестинцев были убиты на западном берегу израильскими солдатами. Об этом сообщило агентство Reuters их семья. Брат одного из погибших, Мухаммеда Абаде, Сулейман Абаде, сказал, что его родственник был убит во время рейда недалеко от его дома, когда израильская армия без предупреждения открыла огонь. Также были убиты ещё трое человек, которые пришли на помощь. Израильская армия опубликовала заявление, в котором говорится, что солдаты и пограничная полиция проводят операцию в деревне на западном берегу недалеко от Рамалы. Целью было задержание человека, который, по их мнению, пытался поджечь караван накануне вечером на ферме Сде-Эфраим, израильском поселении на западном берегу. В заявлении говорится, что четверо палестинцев попытались скрыться с места происшествия и наехать на израильских военнослужащих на автомобиле. В ответ по ним открыли огонь. Военные Цахал рассказали, что в автомобиле они обнаружили оружие и взрывчатку. Палестинские группировки в ответ призвали к всеобщей забастовке. В Рамаале состоялся небольшой марш протеста. Насилие на западном берегу ещё больше обострилось с интенсификацией израильских военных рейдов после событий 7 октября и уличными нападениями палестинцев.